Ублако. О, добрый вечер. Все, мы все подбор собрались. Сейчас будем первый раз пытаться записаться напрямую на Facebook. Давайте. Так. Все, мы пишем, даму хай, пару. Отлично. Мамандар Ахадаша, это яйцо Вахадаш. Ох, шо. Так, я могу купить цибури. Так, с вашего позволения, я тогда сейчас... Я остановлю пока. А, я не могу остановить рекорд. Ладно, значит, так. Нет, там есть пауза. Нет, он мне сейчас не дает, так я начинаю это самое. Неважно, значит, рекорд мы потом кутерок не сделаем. А вот еще иду, хайбы. Кольный край, блик кутерок. Давай. Да, да, я тоже выбираю блик кутерок. Не, обычно, хорошо. Все, в следующий раз. Ну, неважно, все равно. Прочухивается. Директинг. Отлично. Все. Вот так вот мы и начали. Значит, добрый всем вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по Рота Чува. Продолжаем нашу серию уроков по Рота Чува. Так, у меня тут появляется... Продолжаем нашу серию уроков. У меня тут появляется Эд. Мне очень нравится по Рота Чува. Вот так, по-моему, лучше. Нормально? Меня не слышно. Меня не слышно. Да, да. Надо выключить Фейсбук, чтобы не было звука. Выключить Фейсбук. На самом Фейсбуке выключить звук. Либо если у тебя в другом компьютере, значит... На Фейсбук я выключил звук. Ну все, сейчас отлично. Сейчас все хорошо. Рот, но я это самое. Я сейчас вижу только Фейсбук. Я не вижу это самое... Этого... Зум? От Зума, да. Управляющих. Может быть, ты его убрал вниз. Тогда он маленький просто... Маленький... Маленьким прямоугольником на компьютере. Посмотри, может, он сжался. О! Вот так. Нормально? Да, отлично. Здорово. Все. Значит, ну первый блин там, комом-не комом. Значит, тогда вперед из песни. Отлично. У нас очень классный, хороший, интересный отрывок на сегодня. В продолжение всему тому, что мы говорили раньше. Я начну наш урок с... Выражение соболезнования. Нехама сейчас в трауре. У нее скончался брат. Мы начнем с этого. Пусть будет урок на заупокой его души. И мы перейдем к нашему тексту. Итак, мы на девятой главе. В девятой главе книги Рабкук. Урод Ачува. Свята Тора. Так, давайте перейдем к тексту. Надо имя, наверное, озвучить. У меня сейчас возьмет просто время искать. Я извиняюсь. Хорошо? Я тогда прошу прощения. Все, я... Sorry, я тоже не знаю. Итак, с вашего позволения к тексту. Так, первый отрывок мы уже выучили в прошлый раз. И так у нас второй отрывок. Ценность желания, проявляющегося благодаря Ачуве. Горизонт обзора расширяется благодаря Ачуве. Основа идеального желания длится и простирается... Нет, остаемся здесь. Горизонт обзора расширяется благодаря Ачуве. Это очень важная идея. И, конечно, это идеал. Как мы учили, у нас процессы, они не идут так вот сразу вверх. У нас всегда есть спуск для подъема. Но, тем не менее, в конце концов и за процессом Чуве должен расшириться горизонт сознания и осознания. И это же, можно сказать, наоборот. Человек, у которого расширился горизонт сознания, он сделал Ачуву в каком-то смысле. Безусловно, это, видимо, верно в обе стороны. Итак, продолжим. Основа идеального желания длится и простирается от изначальной древности мира вплоть до последних временов, до конца всех поколений. И благодаря величию протяженности, ширине, глубине и высоте проникновения этого взгляда раскрывается истинность Божественного Добра и Любви. И жизнь, частная и общая, стремится утвердиться на основе совершенной справедливости. Изъяны, наблюдаемые в устройстве жизни, выглядят теперь как складки, выпрямляющиеся и расправляющиеся в величии жизни благого желания. Вы меня не слышите? Изъяны, наблюдаемые в устройстве жизни, выглядят теперь как складки, выпрямляющиеся и расправляющиеся в величии жизни благого желания, изливающегося, подобно величественной реке, на протяжении всех поколений эпох. Ведь в каждом конкретном поколении раскрывается лишь отдельный фрагмент этой жизни, а восполнение ее происходит в течение всех поколений. Ведь проникающие, охватывающие весь мир желания от швы приносят всем жизнь, мир и благословение, полное возглашенного блаженства. В процессе этого раскрытия становится ясно, что счастье и праведная радость подтвердили себе место восстановления мира, в изначальной его сути. И все то, что в прошлом огорчаной оказалось безобразным, оказывается, исполнено достоинство великолепия как часть величественного продвижения семейного швы. Я прочитал сейчас весь отрывок, он немножко длинный, просто чтобы мы сейчас, повторяя, могли уже, как бы, зная и понимая, что будет дальше. У Равы это просто подчеркнуто особенно, что на самом-то деле это вообще милость такая, что мы можем выучить что-то частное без привязки к общей картине. Что я могу оторвать от машины колесо, его изучить, потом оторвать отдельно коробку передачи, тоже изучить, и потом понять, как машина работает. Потому что по-настоящему, на самом-то деле, нельзя ничего понять, по-настоящему, без контекста понимания всего. Соответственно, всего я все не могу понять, тоже не понимая частности, поэтому уходим в такой запуск немножко круг, и Всеглищий нам дал милость, что мы да, можем понять общее, отдирая по частям как это, интеграция, порубить, а потом дифференциация слегка, прошу прощения, это порубить на чехусочки, их изучить, а потом обратно все интегрировать, и у нас получается. На самом-то деле, абсолютно нетривиально, и вот как бы по-настоящему мы можем учить что-то частное, только когда мы хоть как-то понимаем общий контекст на фоне того, что есть. Соответственно, здесь поэтому тоже прочитали все, и сейчас будем углубляться в каждое предложение. Итак, горизонт обзора расширяется благодаря Тшуле. Это у нас, видимо, опять-таки, заглавие, которое Раф попытается сейчас нам в нашем отрывке эту тему раскрыть. давайте я подниму текст. Основы идеального желания длится и простирается. Итак, мне кажется, что имеется в виду идеальное божественное желание, то есть воля Бога. Идеальное божественное желание простирается изначальной древности мира, вплоть до последних врем, до конца всех поколений. Как будто божественный взгляд, мы говорим, что Бог, он вне времени, но давайте как первое приближение скажем, что, по крайней мере, охватывает этим взглядом всю человеческую историю. Это взгляд. А мы на этом взгляде можем немножко схватить, ну, взять покутку, то есть прилепиться к этому взгляду, тоже к себе его взять и попытаться смотреть на то, что происходит не по-мелкому. Вот у меня сейчас занозы в мизинце, а вот я, вот моя жизнь, вот жизнь моего города, вот жизнь моей страны, вот жизнь моего района, страны, вот жизнь человечества, вот жизнь всего человечества на протяжении всей человеческой истории. Вот этот взгляд, давайте его попытаемся потренироваться, такой вот большой, высокий взгляд сверху. По пространству все, по времени, все, по духу, все, вот такой многомерный взгляд из конца в конец. основа идеального желания длитель простирается от изначальной древности мира вплоть до последних времен, до конца всех поколений. И благодаря увеличив протяженности, ширине, глубине и высоте проникновения этого взгляда раскрывается истинность божественного добра и любви. древности, когда вот мы смотрим на человеческую историю, допустим, сейчас, ой, все плохо, здесь война, там голод, вот здесь, вот я работа потирался, если мы смотрим на как мир выглядел тысячу лет тому назад, как он будет выглядеть через тысячу лет, есть какое-то продвижение, как это все, куда-то идет, это становится лучше, хуже, что-то с миром происходит, а как мир выглядел, не знаю, там 15 миллиардов лет тому назад, а что с ним сегодня, лучше, хуже, то есть большой взгляд он дает завершенность, и благодаря величию протяженности, ширине, глубине, высоте, проникновении этого взгляда раскрывается истинность божественного добра и любви. Мы начинаем обращать внимание действительно, что Бог не только любит нас, как частность, или нас как общность, наш народ, нашу семью, он действительно любит все, все творение, и это проявляется в процессе, и в историческом процессе, в процессе истории. И жизнь частная и общая стремится утвердиться на основе совершенной справедливости. а как же, как же, вот мы знаем и видим и здесь плохо, и там плохо, и было еще хуже. Вот когда мы смотрим сверху и охватываем взглядом такой вот, приобретаем широкий взгляд, то давайте посмотрим парабу, какое место действительно в них занимают изъяны, войны, несправедливость и так далее. Изъяны, наблюдаемые в устройстве жизни, выглядят теперь как складки выпрямляющейся и расправляющейся величии жизни и благовы желания, изливающегося подобно величественной реке на протяжении всех поколений их Бога. Я могу сказать, что Бог милостив и Он любит всех, но чем уже мое окно, через которое я смотрю на эту божественную любовь, тем больше противоречий этому взгляду я найду. если я смотрю на не знаю на последнюю неделю все ужас, ужас, плохо, корона по всему миру распространяется. Мы тут сидим дома, даже нельзя вылезти. А если мы посмотрим, а как у нас тут последние тысячи лет, последние шесть тысяч лет, а последнее, а как тут все человечество, лучше живет, скоро живет. Да, посредине было рабство, а в конце концов стало в общем лучше. То есть чем взгляд шире, все вот это божественная любовь, она четче вырисовывается, она явственнее видна. Соответственно, да, то есть зло никуда не девается. Главное его смотрим сейчас, здесь оно зло. Но когда мы поднимаем взгляд сверху и смотрим общим взглядом на все, то оно становится склад, кто расправляются. Это уходит, становится чем-то меньше. На общем фоне развития человечества и истории зло принимает другие пропорции, чем как мы видим вот сейчас и здесь. Время и все плохо. То же самое наоборот. Чем шире взгляд, тем божественная любовь, она явственнее и четче проявляется. И тогда ее проще привнести в данный момент. ведь в каждом конкретном поколении раскрывается лишь отдельный фрагмент этой жизни, а восполнение ее происходит в течение всех поколений. Смотрите, что такое жизнь? Параму. Это не моя жизнь. Это даже не жизнь моего поколения. Жизнь это поток жизни, который протекает через всю историю человечества, через всю историю мира. Это жизнь. В ней как фрагмент кадра есть жизнь моего поколения, есть жизнь моя, из таких фильмов научно популярных микроскоп и заходят вниз, вниз, потом уходят вверх, 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 на галактики, на скоплениях галактики, вниз. вниз. Вот у нас стол, атомы, электроны, трубочка. Примерно на такой взгляд нам предлагает жизнь. Это огромное течение, огромное мощное течение, протекающее через всю историю человечества, через всю историю созданного. это мощный поток. В этом потоке есть фрагмент жизни нашего поколения, есть фрагмент моя жизнь, они никуда не деваются, но таким взглядом я очень много чего выигрываю. я выигрываю правильную и хорошо подставленную скромность, а не неправильную. Я выигрываю правильное соотношение себя и общего, опять-таки не неправильное и так далее. Очень много чего и мне становится вообще хорошо. Даже если вокруг плохо, это такой хороший источник того, чтобы мне было хорошо и спокойно. Не убегаю в будущий мир прямо вот здесь. Ведь в каждом конкретном поколении раскрывается лишь отдельный фрагмент этой жизни. А восполнение это наполнение, это окончательное завершение. Ее происходит в течение всех поколений вместе от начала до конца. Ведь проникающее, охватывающее весь мир желание чулы переносит всем жизнь, мир и благословение полное воздушного блаженства. Здесь у нас чула переплетается с жизнью и конечно здесь определение чулы это не исправление грехов, а общее исправление и общее желание исправления всего мира. В этом понимании безусловно чулак это тот паровозик, который толкает жизнь, продвигает ее вперед, поднимает ее вверх, делает ее более благородной. Ведь проникающее, охватывающее весь мир желание чулы приносит всем жизнь, мир и благословение, полное возвышенного блаженства. процессе этого раскрытия становится ясно, что счастье и праведная радость утвердили себе место в основании мира, в изначальной его сухи. вот когда мы смотрим таким взглядом, который охватывает весь мир от начала до конца, то мы понимаем, что праведная радость утвердила себе место в основании мира, то есть мир создан добрым Богом и не злым, несмотря на то, что мы видим в мире много моря, когда мы смотрим таким широким взглядом на мир, мы понимаем, что основа мира это доброе желание, как вот сказано, Тора, допустим, это основа ее хэсет, это миносердие, это не значит, что Тора это только миросверт, Тора есть суд, и так далее, но это главное, это основа, на которой все покоится, но свести, сказать, но в реальности, в реализации сегодня, что Тора это только милосердие, это абсолютный мир, но основа Тора это милосердие, то самое здесь, взгляд, основа мира это божественное доброе желание, мир весь исправлен, уже весь добр, конечно, нет, но если мы посмотрим вектор его направления и продвижения, тогда мы поймем, что безусловно, несмотря на то, что у нас было и есть, очень много вещей грустных, нехороших, которые нужно исправлять, например, вот, то, с чего мы начали сегодняшний урок, смерть, это вещь, с которой человеческий разум отказывается примириться, и абсолютно верно, рау говорит, что, и как бы, действительно, наша традиция, она безусловно научит, что смерть сама по себе это тоже временное явление, и это прекратится. В скобочках, проглотив ухмылки по поводу этих религиозных, которые примитивные, мы уже абсолютно с резким взглядом можем посмотреть и сказать, а мы уже близко очень может быть, что наши дети или внуки действительно будут жить лет по 200, а там и тысячу, и смерть будет только, не дай бог, что случайно был упал кирпич. То есть уже даже лет 500 назад это было, звучало бы абсолютно дико, а на сегодня люди интересующиеся наукой, ну, какие-то, уже говорил, ты скажем так, уже известный факт, что, скажем так, в последнее время в каждые 10 лет продолжительность жизни увеличивается на перегон. Есть споры, это будет продолжаться дальше или нет, но, учитывая скорость развития технологий, медицины, информатики и так далее, не знаю, там, это будет продолжаться сознание дальше, на биологическом носителе, как сегодня, или на другом, но, скажем так, на сегодня эти идеи звучат научной фантастикой, но не бредом сумасшедшего, и это принципиальная разница. С вашего позволения вернемся к тексту. А все то, что в прошлом огорчало и казалось безобразным, оказывается исполненным достоинство великолепия, как часть величественного продвижения семейного чудом. Это очень интересное предложение, я хочу попытаться его как-то интерпретировать. Что-то, что казалось в прошлом, огорчало, казалось безобразным. Как в настоящем это может казаться? Исполним достоинство великолепия. Я предлагаю мое прочтение. это немножко похоже на то, что мы говорим про Чуву, что грешник, который сделал Чуву из любви, то его прегрешение превращается в заслуги. Каким образом прегрешение превращается в заслуги? А таким, что без прегрешений ты не достиг бы того уровня, который у тебя есть сегодня. упав, ты поднимаешься выше того места, где ты был до этого падения. И тогда это падение, это часть подъема. Ты смотришь, говоришь, конечно, жалко, что я упал. Было бы гораздо лучше, если бы я до этого достиг бы без падения. Но из-за того, что я упал, в конце концов, я поднялся выше, чем я был. В каком-то смысле падение, эта часть получается поднятия. Хорошо, что я упал. Если бы я не упал и не спотнулся бы здесь, я бы никогда в жизни не понял этого того и другого. Понятно, даже не буду говорить, что это не разрешает нам подходить к жизни с пренебрежением, с легкостью, ничего страшного. Упаду, встану, нагрешу сегодня, сделаю чебу завтра. Это, конечно, нельзя. Но общий подход, который он такой, уравновешенный, если падать, это плохо, грешить, это очень плохо, но, знаешь что, никому не рассказывай, но если согрешил, то это, не надо перечеркивать всю жизнь. Есть исправление. Я не скажу ничего страшного, но, знаешь что, есть, есть дорога. есть дорога, это как форма буквы Гей на еврите. Она похожа на русскую букву Г с палочкой, то есть, как буква П не дописана. Здесь она вот так вот стоит, а здесь дырка. Да, то есть, как вот такая вот буква. То есть, она так-так, а здесь ножка. Ничем не заставлена. это как вот ротшивы. Грешник, у него дорога вниз, упасть, как-то в ад. Но, на самом-то деле, есть дорога вбок, можно выбраться, не обязательно падать в ад. Да, то есть, грешить это нехорошо, падать это нехорошо, но, если это меня подняло наверх, то, смотря назад, только смотря назад. Я смотрю вперед. Смотря назад, я говорю, а, то, что падение, что я плату, было хорошо. То же самое здесь. Было ужасно и плохо в прошлом, но это дало нам толчок к тому лучшему состоянию, которое у нас сегодня. Соответственно, это становится то, что ужасно, которое, то, что мы смотрим назад, оно состоится частью нашего продвижения. Вперед, если хочу сказать еще пару слов, на сегодня, допустим, я знаком с такой точкой зрения, которая немножко говорит противоположную вещь. Мы сегодня хорошие, а в прошлом было так ужасно и плохо, давайте отрубим, мы к этому прошлому никого отношения не имеем. Все прошлое такое ужасное, там было все так плохо, так неморально, а мы вот такие вот моральные и к этому прошлому давайте это самое. Всю память о нем до марта разрушим. У нас другой подход. В прошлом было хуже, чем сегодня, но мы порождение этого прошлого, поэтому мы ему обязаны. Мы не отрываемся от него, несмотря на то, что, и как бы не смотрим на него свысока, несмотря на то, что мы осознаем, что мы сегодня на более высокой ступени. Но, это в том числе их заслуга тоже, поэтому мы им также и кланяемся. Ну вот, примерно. Так, я тут говорил сегодня много, но мне очень нравится этот отрывок, вот наш абсат, он учит, Раф немножко нас подтягивает к себе, нас учит посмотреть немножко шире на весь мир, на все. Этот широкий взгляд, он хороший, он очень помогает. Обговорить этот взгляд, он должен прийти из-за чувы. Ну вот, как-то так, и теперь, как всегда, я хочу передать вам назад, обратно, микрофон. какие ваши впечатления, дополнения, не согласия или согласия с нашим отрывком. Да, пожалуйста. А, секунду, так, кто хочет сказать, напишите, может быть, в чате, не нужно, вы можете сами себе включить микрофон, правильно? Да, ты уже забудешь, что я тут хост. ну, и так, никто ничего не хочет сказать? Очень жаль. Что совсем? Или меня не слышно? Слышно. Хорошо. Второе, титейское предупреждение. Перед окончанием нашего урока кто-то еще хочет, как бы, сказать, собственно, мнение, видение, впечатление от того, что мы выучили сегодня? Ну, в общем, говоря, если перефразировать, опять же, то или нет, что это как корректировка, что, если взять шубу в жизни отдельного человека, то это, опять же, я куда-то не туда пришел, пересмотрел и как бы выровнял, да, исправил путь и так же здесь в глобальном смысле, что эти вещи, как выравнивание какого-то общего движения в верной русле. или что по этому хорошо другими словами? Шуба это часть этого общего процесса жизни. И жизнь здесь это не жизнь, мышки, а жизнь мышки это часть огромного потока жизни, которая охватывает все поколения всего живого от начала истории и до конца. хорошо, тогда мы, значит, тогда всех с праздником. Натан, извините, у меня просто в душе все-таки как-то недоосмыслила я, каким образом все-таки на всю мировую историю это может распространяться, как-то вот, не знаю, у меня не получилось, вот я слушала, моего воображения на это не хватило. Единственное, что я могу ну вот от себя сказать, что наверное все процессы касающиеся чувы человеческого бытия они всегда на самом деле одинаковые. Просто ну мировая обстановка разная, а то, что происходит в душе человека, оно во все времена приблизительно одинаковое. Чувства как таковые их проявления они не меняются. Поэтому, конечно, можно наверное как-то распространить это на весь мир. Ну это все. Я вам вопрос. современное общество оно лучше, оно моральнее, оно более продвинутое, чем общество, которое, допустим, было 2300 лет тому назад. Да, конечно, конечно, но все равно просто процент вот ужасных чувств и поступков он меньше в силу моральности нашей. Но все равно это же бывает, это все равно в людях сидит. Теперь, теперь, согласившись с тем, что у нас сейчас лучше, чем 2300 лет назад, посмотрите этим взглядом на 2300 лет вперед. Окиньте этим взглядом всю историю мироздания, поймите, что мы часть вот этого процесса, после этого мы возвращаемся, берем свою кирку и продолжаем долбить наш камень конкретный, вот то, что мне мешает, делать дорогу, продвигать мораль и так далее. Но мы как это, часть этого вот процесса. Я могу сказать, что я не часть его, я лежу на диване и мне наплевать, что просто. Мы такой классный, большой, интересный процесс. Мне очень важно и хорошо быть его частью. Я надеваю каску, беру кирку и иду работать, потому что я понял, что я хочу быть частью этого великого процесса. А, я, кажется, поняла. Мы надо рассматривать как часть исправления общего, как часть продвижения. И с этой позиции ты будешь еще больше радоваться тому, что ты распространяешь это исправление вокруг себя. То есть, соответственно, оно в большей степени будет в будущем. Правильно? Вот теперь я подписываюсь под всем сказком. Спасибо. Отлично. Кто-то еще что-то хочет сказать? Надо, у меня тут небольшое дополнение. Вот, экстраполирую опять собственный опыт на то, что пишет Рав. Все-таки иногда когда ты думаешь, что ты мог бы что-то сделать раньше, ну, то есть, вот такая ситуация, а как я не додумался до этого раньше? А как это мне не пришло в голову раньше? И ты понимаешь, что раньше этого, это тебе просто не могло, просто не могло у тебя как-то даже зашевелиться. То есть, вот то, что было до этого вроде бы вот минус 10 лет и вот эту мысль в твою голову, а ты понимаешь, что эта мысль в твою голову 10 лет назад просто не могла бы никак завуриться даже. Отлично. Здорово, спасибо. Я про себя говорю. Всевышний, он в этом плане молодец, у него есть очень много терпения. Я тоже помню, у меня как-то попала хорошая очень книжка в дом, и она у меня проезжала на полке лет 5, если не 10, до тех пор, пока я до нее добрался. А после того, как я до нее добрался, я сказал, Всевышний, большое тебе спасибо, что не добрался до нее раньше. Потому что, добравшись до нее недозревшим, я бы ее выкинул бы, это самое, даже не внизу, а просто в музыку, и сказал, фу, какая гадость. А есть вещи, которые тебе нужно зазреться, безусловно, и ты, какая-то мысль, как я не догадался этого раньше, а раньше ты был в другом месте, ты мог бы это обозраться совсем. Иногда мог, иногда ты действительно был совсем другой, и, но тоже здесь, да, мы не говорим, а какой ты был дурак. Как не был дурак, сейчас ты умный, умный, дурак, который был, ты часть умного, который сегодня, это вот то, что мы сейчас учим, ура, о, пришел наш, который обожает такие, окей, привет. Вот, именно так, да, вот тот, который, Иванушка-Дурачок, вчера был такой глупенький, он не был глупенький. Он поднимался ступенька на ступеньку, и на сегодня он дошел до того, что у нас есть какие-то новые идеи, мы можем их воспринять. А вчера мы их не могли принципиально воспринять. Безусловно, это тоже, кстати, часть расширения вот этого вот сознания, безусловно. И это еще одного как будто сперс, здесь мы сейчас обратили внимание на широту, да, не один человек, а все человечество. И взяли время. Не один год, не одна минута, а вся человеческая история. Но это же можно так же раскрывать еще на наращивание восприятия. У меня было вот такое вот конус, что я мог восприять, сегодня вот такой и так далее. Безусловно, это, да, чем больше масштаб, чем взгляд шире, тем вот эта вот божественность, она явственна. И наоборот, чем взгляд он уже, чем он более сосредоточен на сейчас и здесь, тем как это, сатан, он больше и явственнее виден. Да, вот все плохое, оно выпячивается гораздо, когда на него вот оно само по себе. А когда оно часть великого движения, вначале мы увидим, как то, что оно ботель, то, что оно растворяется просто, а потом мы даже можем посмотреть и сказать, хорошо, что оно было. Без него мы не смогли бы так продвинуться. Можно задать вопрос тоже с точки зрения этого прочитанного текста? Алло. Да, конечно. Будем вспоминать на Песах рабство евреев и прочитывая те слова там, где написано, что уже сейчас не смогу повторить, там, где безобразная ситуация, которая потом впоследствии, оглядываясь на нее, мы видим, что она исполнена величия. Как вот это рабство, когда народ находился в ужасных условиях и вопил к Богу и униженный был, как надо посмотреть сейчас назад и сказать, что это было исполнено величие. Вот это рабство, не исход, а вот то ужасное. Ну, отличный вопрос. Давайте его расширим дальше. Зачем вообще нужно было спуститься в Египет? Почему бы не начали быть с свободным человеком, не знающим рабства? Тора дает ему одно объяснение, что вот ты хороший мой еврей, освобождая своих рабов, потому что помнишь, что ты тоже был рабом. Я по этому поводу говорю, как здорово, что мы не безгрешны, как здорово, что мы ангелы, не ангелы, потому что если мы были бы ангелами, мы не смогли бы нормально жить, допустим, в семье. Представьте сейчас человек, который никогда ни в чем не ошибался. Он же за любую ошибку нас съест. Он никогда не опаздывал никуда, а ты, так сказать, на пять минут задержался. Он не сможет никогда понять, как такое возможно, и он тебя съест. Он будет, как это, когда он очень будет, как это сказать, русские, неважно, вы меня помните. Теперь, то, что у каждого есть свои недостатки, мы можем немножко снисходительно относиться к чужим, естественно, прощать. И нас могут прощать, можем продвигаться. Если мы были бы в этом плане совершенными, были бы ужасными, то есть то же самое. А что? Вот у меня есть, я господин, он раб. Как я могу? Зачем отпускать? Все в порядке, так мне должно работать. Нет, нет, для того, чтобы ты понял хобыть его в ушкуре, сперва ты будешь рад. Это первое. Второе. Как говорит Рафшарке, что действительно хорошего в том было, что мы спустились в Египет. Что хорошего в том, что мы были рабами. Ну, например, то, что мы научились принимать на себя Ермо. Сперва это было плохое Ермо, египетское. А потом это было хауша Ермо, Бога. Научившись принимать Ермо, мы вышли, прошли на следующий этап, противоположный, быть свободными людьми. Но свободный человек, не умеющий принимать Ермо, это диколошек, это дикий осел. Это кох, это сила разрушения. Поэтому сперва это отрицание. Сперва мы были рабами, научившись быть рабами. Ну, идем на следующий этап, быть свободными людьми. Но наоборот это тоже. И без рабства, то есть рабство при всей своей общее отрицательной смысле, оно безусловно несет в себе так же положительную сторону. Так же, как допустим, никому не говорите, идолопоклонство. Оно должно было тоже идти до веры в единого Бога. У него тоже была обязательная положительная сторона, какая я сейчас не скажу, не помню. Вы меня простите. но последовательность это, она не просто так. Это подготовительный этап, который подготавливает в душе уровень, на котором мы можем строить следующий. Я надеюсь, что хоть как-то я ответил на вас вопрос, вопрос отличный. Но если моральный, я уточню некоторые моменты, если моральный смысл изложенного вами, заключается в том, что человек находит оправдание каким-то проступкам других людей, то, что и сам несовершенен, при том у него появляется мотивация того, чтобы человека как-то можно было оправдать, то не является ли это стиранием границ между праведностью и неправедностью, то, что говоря, что если ты оправдываешь нечестивца, ты в том же грешишь против праведника. Личный вопрос, действительно очень хороший. Я с вашим позволяем хочу коротко. То, что вы говорите, это что оправдывать и прощать это опасно. Согласен. И панацеи нет, и нужно иметь голову на плечах, чтобы понимать и решать, когда да и когда нет. Но душевная готовность она не проходит через понимание головой. Она проходит через историю. Мне нужно быть рабом, чтобы у меня была возможность прощать. Теперь возможность прощать это опасно? Конечно опасно, но это хорошо, правильно, в общем, да. Человек, который не умеет прощать, он калека. Человек должен уметь прощать. Для этого сперва у него есть недостатки, мы были рабами и так далее. Теперь всегда нужно прощать. Всех нужно прощать? Нет, но нужно уметь прощать. Это одно из базовых свойств человека, нормального души и так далее. Так вот, чтобы человек умел прощать, ему нужно пройти через много чего. Если он не прошел, у него возможности, способности не вводит. Он не сможет прощать, если он никогда сам не падал, не ошибался, у него все будет хорошо и здорово. Поэтому с вами я согласен. Действительно опасно. Действительно, ваш вопрос про вкуку. мы говорим про хорошее, у хорошего есть отрицательная сторона, безусловно. Мы говорим про плохое, у него есть правительная сторона, конечно. Теперь, из-за того, что это опасно, мы это не будем делать, нет, мы будем. Единственное, что это главное выстроить хронологически правильное место, поставить, чтобы это было после того, что нужно, и до того, что нужно. И тогда все будет хорошо. Из-за того, что опасно, мы не останавливаемся, потому что дать мы сидели бы дома под подушкой. Я встану, встать с кровати, могу поскользнуться, выйти из дома, могут ограбить, я буду сидеть дома под подушкой. Это говорит то, что не нужно брать в расчет опасности и так далее, и готовиться к ним, конечно, нужно. Но то, что опасно, опасно, надел каску, пошел подписал там, кого нужно под техникой безопасности, проверил, что все в порядке, и пошел работать. Можно тоже вклиниться сюда же, в этот же ответ? То есть разница между понимать и действительно ощутить на себе, прочувствовать об этом, что это совершенно разные вещи, просто теоретическое знание, и когда ты реально прожил. Понимание головой, понимание душой. насколько я понимаю, что получить понимание душой должно пройти через жизнь, а не через красивые лекции. Теперь жизнь, как раз нам объяснилось, не обязательно жизнь моя, это жизнь поколения, это такой пласт жизни, народа, поколения, человечества, которое человечество несет с собой дальше. и дети получают в нагрузку, что называется, без того, что нужно было пройти самим. Но для этого родителям это нужно пройти. Это вот на то, что мы говорим. Дети они выше, но они родителям обязаны, потому что родители прошли через эти жерновак, что-то перенесли, это они же детям духовной генетикой им дают на следующее поколение. Обратите внимание, у нас гатрава, так же, как это происходит по-маленькому, в жизни каждого человека, то, что какой-то свой личный опыт он передает детям, но гораздо мощнее это происходит на уровне человечества и народа. То, через чего народ человечества прошло, это осталось очень сильно впечатлено в историческую память. И это очень важно противоположность тому взгляду, который есть сегодня, по крайней мере, с ним встречался, что там было плохо, сегодня хорошо, давайте отрубим себя от того, что было, потому что они плохие, они такие хорошие. Как мы можем быть их потомками, продолжателями? Нет, у нас новая дорога. Да, мы лучше, но желательно это сказать с имманова, со скромностью, а не с брезгливостью при вознесении кима хорошей на фоне их, которые плохие. Вот, ну, я вам очень благодарен за вопросы, я очень доволен. Большое-большое всем спасибо, всем спасибо. тогда. Я, насколько там увидел, у нас 8 часов следующий урок, так что, если разве только вы не спешите. У меня есть немножко протест внутренний. Смотрите, я на самом деле немножко спешу. Я хочу сейчас оторваться на несколько минут, на 2-3 минуты. Если вы мне хотите оторваться, то я смогу потом вернуться, и мы сможем продолжить еще минут 10, допустим, спокойно все вопросы. Хорошо? Поставь себя на паузу. Ставлю на паузу. Вам спасибо. Так, пожалуйста, у кого был какой вопрос, я к вашим присутствию. У меня был вопрос, если можно вернуться, к нему. У меня вопрос по поводу причин разрушения первого храма. Если смотреть на причину разрушения первого храма и то, что в последующем, в дальнейшем происходит с народом, это причина-то была. И само разрушение, такое горькое событие для народа, оно послужило причиной тому, что рождается традиция изучение Торы в народе. Это уже перестали Тору в народ нести потомки колена левия. Рождается, получается, рождается представители народа, которые создают школы, синагоги, в которых уже в Вавилоне начинает зарождаться изучение Торы народом. То есть это такое событие, которое послужило отправной точкой грамотности народа в познании Торы. Я так понимаю, что разрушение первого храма было как раз причиной того, что не причиной, а следствием. Следствием того, что люди уже жили не по Торе. И вот это горькое событие, то, о чем сегодня читали, не само событие, а то, что за ним последовало, оно являлось напоминанием того, к чему нельзя возвращаться. И вот само это напоминание, настолько люди уже боялись возвращаться к тому идолопоклонству, к нарушениям заповедей Торы, что для них настолько остро стоял вопрос исполнения законов Торы, что они вышли на уровень какого-то даже в чем-то и буквального исполнения, и вот такого очень строгого отношения к закону, под которое закрепилось возможно и в наши дни. То есть мне кажется до разрушения первого храма этого не было. Но вот факт утраты не факт причин, да? То есть не то, что вы вопрос мой поняли, потому что мне кажется его довольно таки сумбурно. я понял, что подтверждаете нашу тезу, а вы начали с того, что вы ехали про верность, поэтому я не понял вопрос. Я сейчас уточню, не то, что люди себя оправдывают в том, что вот, то, что они грешили, и это послужило причиной дальнейшего развития. Мне кажется, что как-то нарушение заповедей Торы и вообще аморальная жизнь, она ничего хорошего за собой не несет, но те последствия, которым это приводит и заставляют людей задуматься, что так нельзя, это имеет последствия и тот же Вавилонский плен, и то восстановление, которое за этим последовало. Вот сам этот факт, причин осознания следствия, это как раз имеет позитивную динамику развития, насколько я так понимаю. Но я, например, не нахожу оправданий тому, чтобы какое-то неправедное поведение возводить в статус чего-то доброго, например. Не совсем так. Не совсем так, нет. Не, немножко не так. Давайте еще раз вернемся. Вот я по тексту, насколько понял, то сам факт этого преступления, он становится со временем... Давайте вернемся к тексту. и все то, что в прошлом огорчало и оказалось безобразным, оказывается, исполнено достойно великолепия как часть величественного продвижения чуны. Оно не само по себе, ни в коем случае не становится оправданным и одобряемым. Но когда мы смотрим и видим это зло как часть общего процесса, мы в какой-то момент можем понять, что без этого зла общее продвижение не смогло бы продвинуться, так оно продвинулось и не продвинулось бы меньше. И как вот это вот слово как часть, оно обязательно. Зло само по себе оно зло. Зло как часть и нам обязанность с ним бороться, а не философствовать. Но зло, именно оправдание зло, мы его видим, как когда это часть общего процесса, который отговор. и мы привели такие немножко примитивные примеры, как падение, оно меня поднимает на куда-то, куда без этого падения я не смог бы добраться. Это вот это вот слово как часть, это принципиально. Зло само по себе оно зло и точка, а зло как часть общемирового процесса, в таком форме я могу оправдать. Я, например, могу еще сказать от себя, конечно, то, что это воспринимается как будто те шишки, которые набиты вследствие этого зла, они являются для нас уроком. Но вместе с тем иногда человечество оно склонно не поступать правильно, а избегать обстоятельств, когда эти шишки бьются. Где-то, где-то, допустим, на уровне народа. все понимают, исторически все понимают, что ценность человека, ценность свободы, демократии, это ценности нерушимые. Но вместе с тем, мы видим, что правительство, они в основном действуют так, чтобы при внешней видимости этих всех ценностей обходить как-то приврать, где-то поступать непосредственно. То есть, а какая ценность тогда этих уроков приобретенных историй, если все равно их пытаются нарушать? Наоборот. С точностью наоборот. То, что пытаются нарушать, доказывает, что мы их уже приобрели и победили. Я пытаюсь представить. Допустим, нерушимые ценности свободы, демократии и так давно вообще ценностями не были, повышать было не нужно. Кто сказал, где сегодня, в общем-то, есть места, где люди тебе скажут, а кто тебе вообще рассказал, что свободу это хорошо? Если на сегодня люди на полусерьезе такое могут сказать, это выглядит немножко странно. А отмотав назад, зачем мне это свобода? Демократия? Какая такая демократия? Права? Мне главное, чтобы кормили богами и хорошо. Если кто-то умный, кто за меня решает, лучше всего. Самому еще решать проблемы за зачем мне это надо? А на сегодня это у всех есть мы это получили, всем ясно, что это ценности. И на небольшие движения от этого центра мы сразу начинаем говорить гвалт, безобразие как можно. понятно, что работа не закончена. Наоборот, это доказательство того, что эти ценности внедрились, они победили, они часть нашей жизни. И мы стоим на их стражах. ну по сути ценности это эти формальные, на самом деле никакой свободы на самом деле нет, мы все зависимы, зависимы и от правительства, и от обстоятельств, которые нас окружают, и на самом деле мы не являемся такими властителями своей жизни и судеб и всего остального. и даже та же самая демократия, которая вроде бы как ценностью в глазах является на самом деле даже те же выборы, они являются просто каким-то бессознательным выбором, зачастую продиктованным рекламами, прочим, прочим, ведь нельзя говорить, что каждый член общества отдает себе отчет в том, почему он голосует так или иначе. Это все имеет какие-то формальные признаки только. и это все равно имеет только признаки. На самом деле происходят неправильные вещи у нас на глазах. Ну, что происходит неправильная вещь, это верно. Но вы меня простите, сейчас я отвечу вам жестко и грубо, как я не привык, но все-таки. Вот сейчас то, что все сказано для всех, вот это, мне кажется, совсем ерунда, будешь меня простить. То есть я тоже такое утверждение встречал, что в современном обществе, да, они все рабы. Работают с утра до вечера, детей не видят, парятся. А раньше он был раб в кандалах, сегодня он раб рабощенный, вот тут такой вот мягкой силы. Это все то же самое. То есть раб, который, которому хозяин говорит, что делает. То есть понятно, что мы все еще не летаем так на скрыльях и на работу ходить нужно, так кушать хочется. Но полное нивелирование разницы ситуации раба и свободного человека, который одинаково тяжело работает. Или наоборот. Нет разницы, непонятно, что есть принципиальная разница между рабом, который отдыхает, у него добрый хозяин, кормит его до пуза и так далее. И свободным человеком, который тяжело работает для свободного питания, это принципиально разные вещи. принципиально разные вещи. И тогда свобода нормальные люди меняют хорошего раба на голодную свободу, потому что у свободы действительно есть ценность. И да, свобода может быть больше, лучше, качественная. Согласен. Но полностью нивелировать и сказать, что ничего вообще нет. И то, что мы сегодня ходим на выборы, да, влияют средства массовой информации. Но мы же сами видим, как они не пыхтят, а иногда когда эта самая историческая ситуация назревает, Трампа все-таки выбирают не благодаря, а вопреки. И у нас здесь, кстати, в Израиле тоже. Да, есть сильное влияние того и другого, но полностью отрицать и нивелировать совсем принципиально разные положения, ситуации, в том, что человек находится, выносит одно и то же, потому что раб работает тяжело, и свободно работает человек, поэтому разницы нет. эти принципиально неверно, неверно. И скажем так, с моей точки это вообще от лукаута, это позиция, которая приводит к к к к к отчаянию, это то, с чем мы постоянно боремся. А, нет разницы, сколько ты не сколько не прилагаю усилий, все равно что-то там достигнешь, ничего не достигнешь, ничего не изменится, и все будет общаться. Особо, вот для этого нам нужен взгляд рада. А давайте посмотрим на, не на пять последних лет, что происходит в нашей стране, а на пятьсот лет, что происходит в нашей стране. Мы не увидим принципиальной разницы в свободе человека, в свободе духа, в свободе воли, в свободе, в свободе, которая есть у людей. Если не увидим, то плохо. Надо раздвинуть в трамки на тысячи пятьсот лет. и постараться посмотреть еще раз. Не получилось раздвинуть не только на все человечество. Настолько же вот все рабы как были, нет никакой разницы принципиально, чем было вот две тысячи лет на то, что сейчас. Но все-таки, мне кажется, немножко оно есть. я извиняюсь за жесткость, но мне это сильно не понравилось. хорошо. Тогда, с вашего позволения всем с праздником. Хорошего кочерного всем Песоха. Мне было очень приятно, как всегда, со всеми встретиться. Не обижайтесь самому, резкую реакцию. Я очень рад, даже, когда со мной не соглашаются. А воюют немножко, тоже очень правильно. Большое всем спасибо. Я всех жду. На следующий раз, видимо, это будет уже, ну, это не будет завтра, но, видимо, посмотрим, что у нас будет через неделю. Всем большое спасибо. До свидания. Окей. Всем.